Эльдар Джарахов под прошлым видео оставил комментарий с просьбой поставить его против бомжей. Хм, мы тебя услышали. Эльдар Джарахов отвечает на школьные вопросы против бездомных. Эй, йоу! Еще раз. Юрис, как давно вы закончили школу? В 61-м, по-моему. В 61-м? Да. Герман, как давно ты закончил школу? Ну, какой это год был? Ну, не помню я какой, а потом я в училище пошел восьмое, в радиотехнику. Я знаю, я не кончил, семь классов. Семь классов? Семь классов, да. Йоу, Эльдар Джарахов, отвечаю на вопросы, тебя шарахнул. Вы хорошо учились? В среднем, скажем так. Алгебра, геометрию так, половину, а так в основном все так, алюминию, да. Алгебра. Это лучше всего. Да. И физика. Хуже всего, вообще так не шло, не нравилось. Латышский и русский. Я понял. Больше, мальчик у меня, больше нравилось у меня. Да. Я не хотел пищат на отказ. Мой оппонент. Сука. Ты хорошо учился? Ну как, сначала хорошо, а потом распи***ем стал. Ну, это классика. А что потом случилось? Моложе стал, то есть старше. И водка потекла, б***. Хотя я 23 года только начал пить. С 15 лет пить на. Ты начал с 15 лет пить? С 15. Мой соперник. Я уделаю тебя волшебно, как Коперник. Он фокусником был? Нет. А кем он был? Астрономом. Как вы думаете, в вашей голове остались какие-то школьные знания? Кое-что есть еще. Какие-то школьные знания остались у вас в голове? Арифметика и все. А мне машин-мальчиков. Одно и то же. То же самое. Йоу, соперник. Я суперзвезда. Ты Коперник. Это панч глубокий. Как что-то, что глубокое. Типа Байкал. Я Кал. Да, я тебе желаю здоровья, удачи и счастья. Я второгодник. В девятом классе оставался, но второй год у меня полтора курса шараги. Я этим не горжусь. Но сейчас, в 24 года, я решил получать образование. Типа, читаю очень много книг. Самообразование? Самообразование, да. Типа, я стараюсь читать хотя бы там, ну типа, хотя бы 40 минут в день. Ну что, начнем тогда? Да. Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше меня вдвое. Сколько мне лет? Можно бумажку? 21 минус 8. Сколько сложно? 23 года. Сколько ему было? Моему отцу был 31 год. А, 15. И тогда мне было 8 лет. А теперь он старше меня вдвое. Сколько мне лет? Давай методом исключения. Отсюда пустим, допустим 50. Мне 27 не подходит. Значит, либо отец младше, либо отец младше. Ну, наверное, 62. 62. 60 где-то. 93. Мне 93? И наша разница в возрасте. 23 года. Ну? Мне 23, а ему 64? 66? 46. Да. Ха, сука, как просто было. Дурачок, Эльдар. Как называется знак извлечения арифметического корня? Вот это? Да. Матильда. Помню, ну, я не очень-то, чтобы взять. Ну, это, где заусенец такой. Да-да-да, вот как он называется, этот заусенец? Я не знаю, да. Ответ радикал. Радикал, я готов на все. Как называется самая крупная в мире ящерица? Мы когда гуляли в парке обезьян, была большущая статуя этой херни. Телетон, по-моему. Варан? Да, комодский варан. Да, ну, я его сам видел. Это было, я в Кавказе слушал, ты нам видел его. Я знаю ее природу, ее местонахождение, я знаю, как она себя ведет. Варан. Правильно, правильный ответ. Ай, прямо у меня очень напрягается мозг, подожди. Варан. Да. Фу, варан. Как называется смерть всех представителей определенного вида? Вот динозавры, например, вот что с ними случилось? Вот динозавры, они вымерли. Они вымерли, ухи! И как это называется? Если вымерли, существительное. Бронтозавры, динозавры. Что с ними стало? Они вообще все учили, нахрен. Вот динозавры, например. Ну, там, вымирание. Да, правильно. Вымирание. Вымирание. Что с динозаврами, вот что они сделали? Вымирание. Правильно. Назовите имя бога неба, грома и молнии в древнегреческой мифологии. Перун. Эээ, Нептун. Эээ, Пердун. Эээ, Пердун. Эээ, Спун. Скуби-дэй-вум-пум-пум. О-о-о, вот этого я точно не знаю. А вы чего? Громила небес. Даже в рифу, блядь, громила небес зовут его Глинамес. Зевс. Да. Вишь, через рэп, блядь, мы через рэп нашли правильный ответ. А говорят, рэп это музыка тупых. Нет. Зевс. Зевс. Я думаю, вы знали. Ну вот, я что, знал, что это Зевс? Нормально, блядь, человек знал. О. Назовите автора произведений про Шерлока Холмса. Ой, я его много лет смотрел, но хороший фильм, да. О, этот, блядь. Ну, я же знаю. А, Артур Канан-Дойль. Да. Канан-Дойль. Канан-Дойль? Как он? Да, Артур Канан-Дойль. Канан-Дойль. Правильно, правильно. Что измеряют в Беккерилях? Гравитацию, освещенность, радиацию, индукцию. В Беккерилях? Бенедиктов Камбербетчий. Гравитацию, гравитацию. Радиация. Правильно, правильно. Радиация. Короче, я ни то, ни то слова не знаю. Давай вот это будет. Индукция? Да. Радиацию. Сука, хрю. Какой химический элемент обозначается буквой С? Это не кольцы, потому что кольцы это С, а? О, правильно. Уроки химии с Эльдаром Жараповым. Сианид. С, 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 с. Что у меня это означается? Систерна говна. Этот. Я не знаю химию, ты знаешь мое имя. Я не знаю химию, но ты знаешь мое имя. Эй. Эй. Нет версий? Нет версий. Ну что-то же, блин, ну знакомо очень. Подумай, 100 баллов знаешь, подумай. Как что? 100 баллов узнаю. С. Ответ углерод. Б***ь. Назовите самую знаменитую гору Японии. Нидьяма. Как? Нидьяма. Нидьяма, да, вот что там в начале? Ой, нахэ ее называют. Худьяма. Бидьяма. Видьяма. Гидьяма. Ой, я их много чем, по-моему. Но самая знаменитая. Гидьяма. Йидьяма. И когда ты находишь до буквы F, что ты говоришь? Фузема. Ебой, вот так мы это делаем. Какие горы разделяют Европу и Азию? Евроазийские горы. А можно карту посмотреть? Да, смотри. Google Maps. Давай, копи. Порнхаб. Эй, Эльдар, не сейчас, не сейчас. Альпийские горы. Там прям длинная цепь, где-то гормон. А? Урал. Да, уральский, правильный ответ. В этой жаркой битве победил Эльдар Джарахов. Поздравляем, наконец-то Эльдар победил в школьных вопросах. Было интересно в этот раз, я не очень тупым себя чувствовал. Видите, я исправляюсь, поэтому интересуетесь всяким интересным. Довольны результатом? Ну, не очень. Думали, лучше будете отвечать? Ну, помните, я уже долго, когда не учился, и так. Очень добываю. Я сейчас напишу. Довольны результатом своим? Да, добываю. Я тоже. Я тоже. Хоть что-то мозги себе напрёк. Сопернику удачи, в принципе, в жизни. А зрителям подписываться на канал, если они этого не сделали. Подписываться на все ссылки в описании, которые там есть. Ну, Эльдар, привет тебе. Спасибо за ваши вопросы. Ну, неудачно, наверное, ответил, но в следующем буду умнее. Буду учиться дальше, как хотите. И помните, С это углерод, это как углевод, но только... А как значок называется квадратного корня, запомнил? Матильда, я не отказываюсь. Все, до свидания всем. Всем привет. А, дружок, спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк, если тебе понравился этот формат. На следующей неделе ты увидишь видео с новым блогером. В комментариях, кстати, ты можешь написать, каких бы еще блогеров ты бы хотел видеть в нашей рубрике. А также предлагаю посмотреть себе прошлое видео, где Макс плюс 100 500, отвечая на школьные вопросы, соревнуется со школьным учителем.